В последние годы я почти не испытываю страха, уныния, нежелания жить, когда вокруг рушится привычный мир. Не бывает из причин плохого настроения. Хотя периодически все-таки возникает сомнение, правильно ли я работаю. Понимаете, если человек поверил Богу и пошел к Богу, и если, причем, совершенно, как говорится, по официальной литературе, прочитайте книги, Бог есть любовь. Нужно верить Богу, нужно стремляться к Нему. Первое заповедь – возлюбить Бога прежде всего. Как возлюбить Бога прежде всего? Нужно выполнять девять заповедей Блаженства. Нужно быть любящим – первое правило. Второе – нужно выполнять десять заповедей Моисея. Не завидовать, не воровать, не грабить, не поклоняться в работе, не отрекаться от единого же. Всего-навсего. И здесь правильно вы идете, неправильно. Это опыт, проверенный тысячелетиями. Сохраняйте любовь, устремляйтесь к Богу. Испытывайте подвергность любви. Меняйте свой характер. Христос дал блестящие рекомендации. Мы просто не понимаем, что Он говорит. Там зашифрован механизм превращения человека справедливого в человека любящего. Все это есть, практически без искажений. Как Библию там не вытягивали, не подстраивали под... Все равно суть осталась. Нужно менять свой характер, нужно правильно себя вести. И дальше, как бы вам плохо ни было, что вы все равно, вам Бог поможет. Если вы к Богу пошли, Он вам поможет и вас спасет. Но спасет Он вас, а вы есть любовь. Будут спасать вашу любовь. А когда мы считаем, что человек есть в теле, вот тогда у него начинаются проблемы. Он перестает понимать, а почему Бог ему не помогает. Да помогает ему. Но если он отрекается от любви ради физического здоровья и благополучия, то тогда у него отнимут физическое здоровье и благополучие. Субтитры сделал DimaTorzok